За добычей угорской нефти следят из северной столицы. Информация практически со всех окружных месторождений стекается в научно-технический центр и центр управления эффективностью компании «Газпромнефть» в Санкт-Петербурге. Подробнее о том, для чего нужны эти данные и как ими распоряжаются специалисты, расскажет Василий Сысуев. Здесь, вблизи речных каналов и узких улочек Санкт-Петербурга, находится сердце развития новых технологий компании «Газпромнефть». Это научно-технический центр и центр управления бурением «Геонавигатор». Именно тут разрабатывают самые передовые технологии нефтяной отрасли. Начиная от создания проектов разведки месторождения, заканчивая новыми способами добычи черного золота. Под кураторством научно-технического центра мы подбираем технологические ключи. Прежде всего, это технологии бурения высокотехнологичных скважин, технологии увеличения нефтеотдачи пластов, новые технологии геологоразведки. В научно-техническом центре работают эксперты из самых разных областей. Инженеры, программисты, математики и, конечно, геологи. Последние управляют высокотехнологичными производственными процессами на промысле дистанционно. Они следят за состоянием скважины и решают, как сделать добычу нефти более эффективной. Чтобы просчитать все варианты, специалисты создают виртуальные модели месторождений. Основная задача геолога – это правильно, корректно между скважинами проинтерпретировать, протянуть, как же будут вести себя наши продуктивные отложения между скважинами. И вот это, собственно, основная задача. Вот здесь нам помогают нейронные сети. То есть мы делаем не одну реализацию модели, а, например, множественную реализацию. Научно-технический центр «Геонавигатор» и находится в Санкт-Петербурге. Даже здесь есть кусочки игры, но только виртуальные. Именно здесь производят так называемые цифровых двойников целых месторождений, в том числе и югорских. В этом помогают специальные нейросети, которые делают анализ всех данных и уже после выдают самые оптимальные инженерные и технические решения. Это не кабина космического корабля. Это ситуационная комната Центра управления эффективностью блока логистики, переработки и сбыта нефтяной компании. В его недрах создается новая цифровая платформа, с помощью которой можно будет контролировать все этапы жизни нефти. От добычи и переработки до доставки топлива клиентам на самые удаленные АЗС. Это нужно для того, чтобы добиться оптимального производственного и экономического эффекта. Центр должен выйти на свою максимальную производительность к 2020 году. Что это означает? То, что 80% всех событий мы сможем обрабатывать в предиктивном режиме. То, что мы сейчас реактивно на что-то реагируем, должно уйти в прошлое. И мы должны 80% инцидентов обрабатывать заранее, то есть до их возникновения. Научные и конструкторские разработки, применение высоких технологий помогают компании успешно реализовывать самые сложные проекты. Северная столица круглосуточно держит руку на пульсе наших месторождений и строит вместе с Югрой будущее всей нефтяной отрасли в стране. Василий Сысуев, Лев Рыжков, телерадиокомпания «Югра», Санкт-Петербург. Продолжение следует...